Устраивает смело заводить заявку. Когда мы все сделали, мы нажимаем «Да» и происходит операция купли-продажи. Далее, если мы не хотим вводить все эти данные сами вручную, то мы можем выбрать ввод заявки прямо из котировочного стакана. Точно так же нажимаем на интересующую нас цену правой кнопкой мыши, выбираем «Новая заявка», проверяем обязательно направление, как и раньше, обязательно проверяем свой торговый счет. Не забываем проверять код клиента. И мы заметили, что у нас сразу же подставилась цена и количество. То есть, если количество мы всегда должны будем менять, скажем, мы все равно хотим купить 1000 бумаг, мы его заново вбиваем. Но при этом цена у нас уже подставлена. Нам достаточно поменять одну циферку, и мы можем уже смело такую заявку так же заводить в рынок. Теперь третий способ. Как же нам все те же самые операции проделать, например, из портфеля? Да, вот у нас есть некоторые бумаги в портфеле, которые мы хотим продать, но при этом самого портфеля у нас перед глазами нет. И вот мы не знаем, какое количество бумаг, а в зацеперед по вкладкам переключаться, это не очень удобно. Для этого был реализован такой функционал, когда можно продавать бумаги прямо из портфеля, просто кликнув по определенной строчке. Переходим во вкладку портфель, указываем наш номер счета в фильтре сверху. И смотрим, какое у нас здесь есть наличие активов в портфеле и какое количество денег. У нас есть здесь Укрсоцбанк. В количестве 1000 штук, которые мы купили, указана цена, по которой средняя цена приобретения, по которой покупалась бумага. И мы, скажем, мы хотим теперь эту бумагу продать. Мы уже ранее запомнили диапазон цен, по которым происходила продажа. Там примерно наилучшая цена на продажу стояла по цене 0.2359. Соответственно, в виде эту бумагу в нашем портфеле, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем новая заявка, украинская биржа, рынок заявок. И у нас тут сразу подставляется уже торговый счет, код клиента и максимальное количество на продажу, которую мы хотим выставить в рынок. Указываем вручную здесь цену. И когда все готово, когда мы настроены подать заявку в рынок, нажимаем «Да». В поручении писать ничего не нужно. И условия исполнения оставляем такое, как есть. То есть поставить в очередь. Объем у нас высчитывается автоматически, в зависимости от того, какое количество бумаг у нас стоит на продаже. Если мы добавим сюда еще 1.0, то мы сразу увидим, как у нас объем изменился. Это нам такая небольшая подсказка, которая говорит нам о том, какой объем денежных средств мы получим после продажи. Ну и соответственно мы можем выставить значение количества бумаг от обратного. То есть укажем здесь объем. Например, мы хотим продать количество бумаг на 3 тысячи. Сдаем количество и оно автоматически рассчитывается. Там мы тоже не 10 тысяч бумаг, а 12 тысяч бумаг. Вот таким образом. Вернемся обратно на главную страницу. UX рынок заявок. И рассмотрим более детально сам график. График это достаточно удобный и гибкий инструмент. На первом взгляде может показаться, что здесь достаточно мало информации. Но как только мы его настроим, мы увидим, что этот инструмент нам в принципе помогает следить за ценой, за ее колебаниями и делать базовый технический анализ. Значит, что перед собой мы сейчас видим? Перед собой мы видим движение цены по украсу с банку. И, скажем, мы хотим добавить сюда несколько индикаторов, которые помогут нам посмотреть на движение цены с другой стороны. Опять же таки, нажимаем правой кнопкой мыши на фоне графика, на черном фоне. И видим перед собой ряд пунктов, которые нам помогают настраивать этот график. Нас интересует добавить график, индикатор. И первым делом давайте добавим сюда, например, скользящий и средний. На английском они называются Moving Average. Мы источник добавляем в первое окно. Почему? Поскольку данный индикатор рассчитывается по цене. То есть эти линии накладываются сверху графика цены. Выбираем Да. И у нас тут же отображается окно настроек индикатора. Мы можем либо согласиться с теми параметрами, которые стоят по умолчанию нажать Сохранить. Либо ввести собственные. Давайте введем собственные. Например, выберем другой цвет, чтобы он был не красный, а там, например, какой-нибудь менее яркий, но который бы выделялся на фоне. Ну, например, возьмем желтый цвет. В параметрах мы укажем количество периодов. Давайте возьмем 200. И поменяем метод сглаживания по цене. Не экспорциональный, а простой. Выбираем Сохранить. И добавляем еще точно такую же линию, но уже с другим количеством периодов. Проделываем все те же самые операции. Выбираем уже другой цвет. Пускай это будет например, белый, чтобы он в глазах не рябил. Выбираем количество периодов 100. Нажимаем Сохранить. И видим, как данные линии между собой пересекаются. Индикатор мой Average это подтверждающий индикатор, то есть, если мы возьмем вертикальную трендовую линию и примерно ее переместим вместо пересечения двух скользящих средних, то мы увидим, что во время снижения данный индикатор подтвердил продолжение тренда. То есть, динамика у нас нисходящая на данном этапе. И соответственно, исходя из тех показаний, которые нам дает индикатор, мы можем дальше уже проводить анализ и сделать прогноз движения цены на будущее. Помимо индикатора Moving Average существует еще другой индикатор MACD, достаточно известный, которым пользуется огромное количество участников фондового рынка. Давайте мы его тоже добавим. Опять же таки, в том окне выбора индикаторов выбираем MACD. Здесь мы ничего не настраиваем, соглашаемся с теми настройками, которые есть. Но, одно но. Здесь мы сделали ошибку, не добавили его в отдельное окно. Просто при добавлении данного индикатора на график с ценой, у него масштабирование изменяется, и график цены просто превращается в такую нитку. Это не очень удобно. Соответственно, мы его сейчас просто удалим. Еще раз сделаем добавить график, индикатор, выберем MACD, и укажем ему, что мы хотим поместить его в новое окно. Выберем «Да». Живем «Сохранить». И немного его расширим. Буквально самую малость. Вот, сделаем точно такую же операцию, но теперь добавим еще один MACD, но только гистограмму и опять в третье окно. То есть отдельно от сцена графика. Соглашаемся и здесь со всеми параметрами, которые есть. Вот, и теперь мы видим уже более или менее обнятную картину по MACD. Видим, как он движется. Более детальное про MACD можно почитать в любой книге по теханализу. Суть индикатора MACD заключается в том, что он показывает во время тенденции движения цены он показывает или подтверждает направление. Вообще, как расшифровывается MACD? MACD это Moving Average, Convergence, Dervingence. То есть, получается, когда мы смотрим на линейный индикатор, здесь мы рассматриваем, как происходит пересечение между двумя этими линиями. линейный индикатор, он больше для подтверждения тенденции, в то время как MACD гистограмма относится к осцилляторам. Здесь мы видим длинную скользящую среднюю и короткую скользящую среднюю. Короткая скользящая средняя в данном случае это красная, длинная это белая. Подтверждение тенденции происходит следующим путем. Если короткая скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю сверху вниз, как это видно на этом этапе, то тогда это сигнал к продаже. Если короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх, то это сигнал к покупке. Если мы передвинем вертикальную трендовую линию то мы увидим что на данном пересечении когда короткая пересекла длинную скользящую среднюю то вот как раз здесь был этап покупки вот таким образом когда у нас есть некоторая информация по движению цены то мы можем принимать решение что в принципе достаточно удобно и как раз торговая система Quick обеспечивает таким функционалом всех участников и трейдеров в принципе удобно если посетить и покопаться то можно настроить для себя любой индикатор который будет удобно сочетаться с графиком цены идем дальше идем на следующую вкладку это индекс украинской биржи здесь отдельный рабочий стол был создан опять же таки для удобства и для информативности то есть мы видим здесь в принципе уровень движения индекса уровень движения цены его если мы нажмем на данную кнопку то это сброс произойдет то есть он покажет нам весь график который будет умещён в текущее окно нажимаем можем сами немного его подтянуть чтобы было на него удобно смотреть и видим в принципе вот движение вообще украинского фондового рынка с момента 2008 года и по сегодняшний день ну поскольку индекс украинской биржи рассчитывается с 26 марта 2009 года давайте мы немного его увеличим до такой степени и вот посмотрим на него здесь мы видим снижение мая 2010 года и текущее наше снижение вот еще есть ряд инструментов которые вынесены сразу на панель которые можно быстрым доступом использовать один из них это уровень фибоначчи да множество чисел фибоначчи возьмем их и растянем на координатной плоскости так вот чтобы у нас 100% сверху находилась то есть уровень фибоначчи растягивается от исторического минимума к историческому максимуму и тогда мы получаем промежуточные уровни на которых двигается цена в данном случае мы видим что у нас 1430 пунктов является уровнем поддержки таким важным психологическим уровнем вот и соответственно мы сейчас как раз на этом уровне двигаемся как это происходило в мае 2010 года также у нас существует снизу индикатор объемов то есть показывает в определенный день какое количество бумаг торговалось соответственно мы можем его расширить изменить и так же для себя для удобства настроить дальше в таблице индексов мы видим два индекса это индекс украинской биржи и индекс РТС давайте выберем индекс РТС и посмотрим как изменится график сразу хочу сказать что при изменении при выборе другого инструмента все трендовые индикаторы которые накладываются на координатную плоскость они исчезают объясняется это очень просто потому что у разных инструментов может быть разные исчисления скажем у нас если индекс двигался там в пределах от 500 пунктов до 2900 то индекс РТС он двигается примерно в такой же плоскости но чуть меньше в общем те индикаторы которые строятся на графике в общем